Здравствуйте, уважаемые трейдеры! Сегодня, 26 февраля, вы смотрите ежедневный обзор рынка от компании Fibagroup. В студии ее ведущий Роман Шевченко. Рассмотрим текущую ситуацию по паре евро-доллар. Существенных изменений в общей динамике торгов пар не происходит. Активность трейдеров остается сдержанной перед открытием торгов в США и как следствие публикации ряда важной макроэкономической статистики по региону. Открытая позиция трейдера указывает на нейтральное настроение рынка. Открытый интерес сократился на 0,85%, в то время как объемы торгов снизились более чем на 11%. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней продолжает снижаться, зафиксировавшись ниже отметки в 100 пунктов. При этом среднее значение за месяц также снижается. Это указывает на вероятность роста данного показателя уже в ближайшем будущем. Вход в рынок по тренду все еще целесообразен, но лишь при наличии качественных торговых сигналов. Пара фунт-доллар. После тестирования психологического уровня сопротивления 1,5550, активность быков по паре снизилась. Это указывает на важность отмеченного уровня, но риски дальнейшего укрепления пары остаются высокими. Открытая позиция трейдера указывает на нейтральное настроение рынка. Открытый интерес сократился на 1,2%, а объемы торгов снизились на 2,3%. Средняя дневная волатильность за последние 5 торговых дней находится на уровне в 91 пункт. При том, что среднее значение за месяц откатилось до уровня в 114 пунктов, минимального значения более чем за 2 месяца. Это указывает на потенциальный рост волатильности в среднесрочном периоде. При наличии качественных торговых сигналов вход в рынок по тренду целесообразен, но риски дальнейшего укрепления пары все еще остаются высокими, поэтому необходимо уделять достаточное внимание риск-менеджменту. Пара австралийский доллар-доллар США. Во время европейской торговой сессии австралийц возобновил рост, обновив максимум в области 79 фигуры, но спрос на пару остается умеренным, не позволяя быкам продолжить рост. Открытая позиция трейдера указывает на преимущество покупателей. Открытый интерес вырос на 0,46%, в то время как объемы торгов выросли на 51,3%. Среднедневная волатильность за последние 5 торговых дней остается ниже отметки 80 пунктов, в то время как среднее значение за месяц опустилось ниже 100 пунктов. Все это указывает на перспективу роста торговой активности в среднесрочном периоде. Учитывая достаточно мощное укрепление пары против локального тренда, увеличивается вероятность возобновления снижения котировок. Поэтому при наличии качественных торговых сигналов вход в рынок по тренду актуален. Во время американской торговой сессии будет опубликован блок важной макроэкономической статистики. В частности, необходимо обратить внимание на отчет по инфляции в Канаде и США, а также на изменение объемов заказов на товары длительного пользования и количество первичных обращений за пособием по безработице в США. На этом у меня все. Благодарю за внимание и до встречи в следующих выпусках программы «Фокус рынка». Редактор субтитров А.Семкин